Здравствуйте, ребята! Мы приступаем к изучению нового раздела «Страна детства», который начинается с темы «Я и моя семья». Рассмотрите внимательно иллюстрации. Вы, наверное, догадались, главные герои произведений данного раздела – это дети. Каждому ребёнку необходима семья. Прекрасно, если человек живёт в семье, в которой царят мир и согласие. Счастливы дети, если родители заботятся о них, любят, понимают и делают так, чтобы те не испытали всех трудностей в жизни. Счастливы родители, если чувствуют взаимную любовь со стороны детей, их внимание и душевную теплоту. Об этом мы прочитаем в стихотворении Якова Акима «Моя родня». Перед чтением давайте научимся читать трудные слова. Вначале прочитаем по слогам, а затем целыми словами. Ла-па-ухи, ла-па-ухи. Ла-па-ухи – значит «с широкими, оттопыренными ушами». Откройте учебник на странице 58. Послушайте стихотворение «Яков Аким» «Моя родня». Мама с папой – моя родня. Нет родней родни у меня. И сестренка родня, и братишка, и щенок лопоухий тишка. Я родных своих очень люблю, скоро всем подарки куплю. Папе будет моторная лодка, маме – в кухню волшебная щетка. Молоток настоящий – братишки, мяч – сестренки, конфета – тишки. А еще есть друг у меня. Друг Сережа мне тоже родня. Я к нему прибегаю с утра. Без него мне игра не игра. Все секреты ему говорю. Все на свете ему подарю. Почему стихотворение называется «Моя родня»? Главный герой, мальчик, рассказывает о своей семье, о родных и близких ему людях. Кого мальчик считает своей роднёй? Вы узнаете, прочитав стихотворение еще раз. Для выполнения задания поставьте видео на паузу. Своей роднёй мальчик считает маму с папой, сестрёнку и братишку, щенка-тишку, друга Серёжу. Какие чувства испытывает мальчик своей родне? Он любит свою семью и очень хочет о них заботиться. Для этого он готов каждому купить подарки. Какие подарки собирается подарить мальчик своим родным? Моторную лодку, волшебную щётку, мяч, настоящий молоток, конфету. Определите, кому мальчик хочет их подарить. Моторную лодку папе, волшебную щётку маме, мяч, сестрёнке, настоящий молоток, братишке. А кому мальчик хочет подарить конфету? Щенку-тишке. Почему щенок-тишка родной мальчику? Потому что живёт в доме, в семье, где его любят и заботятся о нём. К своей родне мальчик относит и друга Серёжу. Как вы думаете, почему? Потому что Серёжа настоящий друг, такой, которому хочется бежать со всех ног, с которым интересно и весело. Как об этом говорится в стихотворении? А ещё есть друг у меня. Друг Серёжа мне тоже родня. Я к нему прибегаю с утра, без него мне игра не игра. Все секреты ему говорю, всё на свете ему подарю. Семью, в которой живёт герой стихотворения Якова Акима можно назвать счастливой. Там любят и уважают друг друга, дружно живут. Такой семье живёт и главный герой стихотворения Агния Барто Я расту. Откройте учебник на странице 60. Послушайте стихотворение Агния Барто А я не знал, что я расту Всё время, каждый час. Я сел на стул, расту, Расту, шагая в класс. Расту, когда гляжу в окно, Расту, когда сижу в кино, Когда светло, когда темно, Расту, расту я всё равно. Идёт борьба за чистоту, Я подметаю и расту. Сажусь я с книжкой на тахту, Читаю книжку и расту. Стоим мы с папой на мосту, Он не растёт, а я расту. Отметку ставят мне не ту, Я чуть не плачу, но расту. Расту я в дождик и в мороз, Уже я маму перерос. Из названия стихотворения Мы узнаём, какое важное открытие Сделал для себя главный герой. Он растёт. Растёт не только вверх, Но и взрослеет. Этому открытию удивляется, Огорчается, радуется. Давайте найдём строчки, Которые подтверждают это. Расту, шагая в класс. Мальчик учится общаться. Я подметаю и расту. Он учится быть самостоятельным. Читаю книжку и расту. Познаёт окружающий мир. Отметку ставят мне не ту, Я чуть не плачу, но расту. Учится переживать свои неудачи. Герой стихотворения меняется. Он растёт, учится, Познаёт мир, Становится умнее, Сдержаннее. А поддерживают его в этом взрослении Родные и близкие люди, Его семья. Семьёй дорожить, Счастливым быть, Говорит народная мудрость. Любите и берегите своих родных. Дарите им внимание и заботу. Читайте стихи Якова Акима И Агнии Барто. Читайте с удовольствием. Продолжение следует... Продолжение следует...